Здравствуйте, друзья! Вас приветствует читательский клуб любителей садоводства и огородничества «Благородный земледелец». Сегодняшняя наша встреча посвящена выращиванию ягод на приусадебных участках и называется она «Ягодный микс». Несмотря на холодное лето, на приусадебных участках их владельцы собирают уже первый урожай ягод. Это клубника, земляника, жимолость. О том, как выращиваются эти ягоды, какие удобрения применяются в процессе расскажет сегодня Тамара Ивановна Суркова, член клуба «Благородный земледелец». Садовод и огородник с большим стажем. Передаю слово Тамаре Ивановне. Добрый день, дорогие товарищи! Я, как садовод-любитель с большим стажем, хочу поделиться своим опытом выращивания различных ягод на своем небольшом приусадебном участке. У меня растут такие кустарники, как красная смородина, черная смородина, рыжовник, жимолость, виноград, земляника, клубника, несколько сортов. Малина также одноразовая и ремонтантная, которая дает два раза за лето урожай. В настоящее время на моем приусадебном участке созрели ягоды жимолости. Это редко выращиваемое в нашем крае растение. Советую выращивать это растение на своем участке, потому что это ягоды необычайного вкуса, аромата. Эту ягоду называют еще инопланетной ягодой. Я выращиваю землянику, есть у меня земляника безусая и есть, которая размножается усами. Эту землянику, которая безусая, я выращивала из семян. Очень кропотливый труд, но мне это удалось. Дает хороший урожай, крупные ягоды. Но это сейчас не самое крупное, но бывают и покрупнее, поэтому очень рекомендую такую ягоду. Она называется руяна, ягоды смородины черной. Помогли мне журналы «Моя прекрасная дача». Всем также рекомендую почитывать, заглядывать. Несмотря на опыт, все равно полезные советы там встречаются. Жимолость также нуждается в таком же уходе и подкорм. Лучше это делать по осени. Так что всех желающих, интересующихся урожаями хорошими, приглашаем в благородную землянику. У нас очень интересно. Обмениваемся опытом и материалом для выращивания, осаженцами того, что есть. Солнышко выйдет, все у нас вырастет. И всем я желаю хороших урожаев и оптимистичного настроения. Продолжение следует...